Смотрите, Витя нашел себе любовь. Молодую львицу, Лизу. Есть шанс, что у них что-то получится и что они подружатся. Симпатичная львичка. Лиза, ты кто-то печенье кинул. Вот люди думают, что и вы едите печенье. Хлёпа хорошая. Хлёпа красивая. Как же спать не дают. Вот как красота такая. Боже мой. Да, 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 да. Сейчас идем быстрее. Да, 500 килограмм. Сколько килограмм? Она? Прям 200-250. Да, так они 250-250, это крупная. Я помню, она как трёхта на трёхта. Клёхта на трёхта. Клёхта на трёхта. Клёхта на трёхта. Какой характер она ещё в теле. В прошлом году малыша, да, дела. Да. Да. А сколько у них польза подошли? Так? Оба, оба. Смотрит клёпа. 25, да, максимум. А так, в природе, 15-15. Да, всё, да. Да, всё, да. О! Ой, красиво. Поставите себя с ней. Хорошо, фотографируйте вот так вот. Клёпа вся наделась. Скажи, может, там еду дают? Да. Нет, да? Красавица. Ну, туда попасть, да? Лиза. Скажи, лучше бы мне каячок кинули. А там уже кто-то пакостит. Витя радует, что ты не Лиза. Споткнулась, чуть не упала. Дети пока, пусть у вас всё получится. Рада, что вы нашли друг друга. Витя, охраняй Лизу, не давай её. В обиду никому. Прямо лев, лев. Так радостно на душе, когда львы находят и образуют свои пряди. Хоть Витя и молодой. Ему ещё, в принципе, свой прядь не положен, но... Всё, может быть, Лиза тоже молодая. А там нашёл Лейла опять. Львица, которая не умеет пользоваться зубами. Точно. Ну ладно. Пока-пока. Альвины пляши. Точно. Точно.